Ни снег, ни холод этим людям не страшны. С собой только купальные принадлежности и яркий поплавок, чтобы быть заметнее на воде. В морозный Енисей креофила окунаются с радостью, будто бы в тёплый бассейн. При этом на улице минус 10, а температура воды чуть больше 1 градуса тепла. В таких условиях задача каждого из 28 участников как можно дольше продержаться в воде. Самому юному участнику соревнований нет и двух лет. Маленькая Алиса, окунувшись, лишь морщится. Больше от шума, чем от морозной воды, говорят родители. К экстремальному купанию девочку приучали с 4 месяцев. И уже год она профессиональный морж. До этого мы дома, конечно, её обливали. Сначала прохладной водой и постепенно температуру воды уменьшали. Она любит очень воду, любит купаться. Не важно, тёплая вода или холодная. Главное, чтобы была вода. Проверить себя на стойкость решила и Татьяна из Зеленогорска. Женщина занимается моржеванием уже 10 лет. 9 минут в холодном Енисеи – это её личный рекорд. Нет, не холодно. Окутал такой горячий воздух. Это мой образ жизни. Это для внутреннего потребления действительно. И для здоровья, и для драйва. Следят за спортсменами бригада специалистов. Спасатели на лодке на берегу два врача. Каждые 4 минуты проверяют состояние креофилов. Если спортсмен чётко выговаривает слово «моржевание», значит, ещё может продолжать состязание. Моржевание! Это кодовое слово Елена произнесла 10 раз каждые 4 минуты. Она и стала победительницей турнира на стойкость. В холодной воде женщина пробыла 21 минуту. Ой, ну покалывается тело. Ну, очень хотелось победить. Под общие аплодисменты закалённая спортсменка спешит вовсе не за наградой. Сейчас самое главное для неё – горячий чай и баня. Виктория Столярова, Дмитрий Кутько, Афонтова. Новости.